Здравствуйте, студенты, присутствующие удалённо, тоже вас приветствую. В прошлый раз мы прервались, так сказать, на полусловие фактически, говоря о классификации Аристотелем видов знания. Я напоминаю для тех, кто в прошлый раз, может быть, не был, перезабыл, о чём шла речь. Мы перешли к философии Аристотеля, ученика Платона, которого мы охарактеризовали прежде всего как замечательного учёного, в отличие от Платона, которого интересовали прежде всего вопросы нравственности, добра и зла. Аристотель – учёный, которому всё интересно, все виды знания его интересуют. И мы разделили эти виды знания на три типа. Ну, не мы разделили, а Аристотель – знание творческое, то есть знание ремесленника, знание практическое, знание, касающееся поведения человека, и знание теоретическое, которое является самым высшим знанием, и поэтому, как мы говорили, является знанием свободным, то есть божественным, потому что только Бог ни от чего не зависит, поэтому и знание теоретическое – самое важное, самое человеческое, такой парадоксальный вывод, именно потому что человек в нём не нуждается, он занимается им, этим теоретическим знанием, совершенно свободно, невынужденно, в отличие от практического и творческого видов знания, где он вынужден строить себе дома, готовить пищу, общаться, объединяться в семью, в государство и так далее. А вот теперь переходим к тому, на чём мы остановились в прошлый раз, именно что такое знание теоретическое. Напоминаю, что оно состоит из философии, физики и математики. Отличаются они, эти виды знания, по своему предмету, то, чем занимаются философ, физик и математик. Предмет философии – то, что существует самостоятельно и неподвижно. Самостоятельно, то есть независимо от человека, объективно и неподвижно. Предмет физики – сейчас я вернусь к этому предмету. Предмет физики – то, что существует самостоятельно, но подвижно. Ну, я думаю, что предмет физики с тех пор особенно не изменился. Как и сейчас, физика, ну, от слова «фюсис» – природа. Конечно, в физику Аристотель вносит не только то, что мы сейчас называем подфизикой, но сюда же входит и биология, и астрономия, и любые другие науки, которые изучают то, что существует самостоятельно, самостоятельно, но и подвижно. То есть может двигаться. Птицы летают, звёзды двигаются, солнце восходит и заходит, реки текут. То есть подвижно то, что материально. Короче говоря, предмет физики – это мир материальный, который может двигаться или двигается уже. И поэтому философия изучает предметы неподвижные, которые только нематериальные. То есть здесь полное сходство с Платоном. Неподвижным может быть только нематериальное, потому что всё материальное может двигаться. А что нематериальное? Ну, прежде всего, например, мир идей Платона. Это объект философии, или, как называет Аристотель, первой философии. Это Бог, поэтому Аристотель называет первую философию теологией, впервые вводя этот термин – теология. Ну и душа, например, человеческая. Если она есть, даже неважно, считает Аристотель существующим этот объект или несуществующим. Даже вопрос о существовании объекта, если он у кого-то, как, например, у Платона, неподвижен, то им должен заниматься именно философ, а не физик. Поэтому душа. Потом мы посмотрим, каково отношение Платона, точнее, Аристотеля к учению Платона о душе и ко всему остальному. Но отсюда вытекает и предмет математики. Предмет математики – это то, что существует несамостоятельно и неподвижно. Неподвижно, понятно, нематериально. Но что значит несамостоятельно? Ведь каков предмет математики? Это прежде всего число и геометрическая фигура. Другой математики в античности не было. Ну, кстати говоря, вот как только что мы со студентами пятого курса на семинаре разбирали философию Канта, ну, то же самое и Кант в XVIII веке говорит. То есть вся математика, в конце концов, сводится или к арифметике, или к геометрии. Поэтому, а где существует число? Оно существует в уме человека. Потому что реально, это позиция Аристотеля, реально существуют только единичные материальные предметы. Вот у меня есть число 3, да, например, да, но реально, реально там, я могу сказать, там, 3 богатыря, там, 3 мушкетёра, там, 3 девицы под окном, там, 3 головы, там, Змея Горыныча, там, 3, как оценка в зачётке, мало ли, какого рода 3 может быть, да, то есть конкретные предметы. А число 3 я придумал, оно существует в моём уме только для удобства. А поскольку мой ум – это свойство души, а душа нематериальна, поэтому она неподвижна. Поэтому понятно, почему предмет математики – это то, что существует неподвижно и несамостоятельно. И теперь сравниваем, сравниваем предмет физики и предмет математики. Между ними нет ничего общего. Предмет физики подвижен, математики неподвижен. Предмет физики существует самостоятельно, реальные предметы, предмет математики существует несамостоятельно. И отсюда вывод – физика никакого отношения к математике не имеет. Физика имеет большее отношение к философии, поэтому и называет её Аристотель второй философией. Понятно, почему второй, а не первый. Первая философия изучает неподвижное, то есть нематериальное, то есть вечное. А физика изучает изменчивое. Что важнее, то, что вечно, или то, что изменчиво? Ну, ответ, по-моему, очевиден. Поэтому первая философия, собственно, первая, физика – это вторая философия, которая тоже интересна, но занимает такое второе место. Поэтому между физикой и философией есть связи, а между физикой и математикой никаких. Никаких. Ну и, как видите, в этой классификации нет логики. Логика не относится ни к практическим, ни к творческим, ни к теоретическим знаниям. Почему? А потому что логика не имеет своего предмета. Логика, как потом придумают термин, хорошо объясняющий, это орудие, инструмент, или по-гречески органон, или так правильнее органон, по-гречески орудие, которым пользуются и физик, и математик, и ремесленник, и политик. У логики предмета своего не существует. Но зато логика является важнейшим инструментом в борьбе с софистами. Вот если, опять же, вспоминаем трёх великих греческих философов – Сократа, Платона и Аристотеля, все они видели в софистах своих главных врагов. Потому что и Платон, и Сократ, и Аристотель боролись за истину, объективную, вечную, являющуюся критерием нашего поведения, настолько являющейся критерием, что Сократ на смерть пошёл, только не предать эту истину. А софисты говорят, каждый человек есть мера всех вещей, кому как кажется, так оно и есть. Напоминаю ещё раз, методы борьбы с софистами Сократ – диалог, в споре рождается истина. Если человек начинает со мной спорить, значит, он уже убеждён, что истина есть, и он, именно он её будет отстаивать, доказывая мне, неправому, неграмотному человеку, что я неправ. Математика у Платона ни геометр, да не войдёт. Дважды два – сумма углов треугольника – для всех имеет одно и то же значение. А для Аристотеля это логика, законы мышления, которые чётко помогают нам определять, доказывать. И самое центральное место логики – это различия. Вот есть различия, бывает разное. Самое главное различие – это противоположности и противоречия. Но разница между ними состоит в том, что между противоположностями бывает нечто среднее, между, скажем, там, не знаю, отличной и неудовлетворительной оценкой и бывают промежуточные. Да, между ночью и днём бывают сумерки. Да, это противоположности. А противоречия – там противоречия нет. То есть там среднего нет. Да, может, там… И сейчас или день, или не день. Да, человек получил или отличную оценку, или любую другую, но не отличную. Это противоречия. Вот не надо это путать, потому что противоположности предполагают средние, там, разные различные варианты. А вот противоречия промежуточного не имеют. И это главный и основной закон логики. Закон непротиворечия, который невозможно доказать. Но мы принимаем его как аксиому, потому что иначе… Ну, любое доказательство всё равно будет опираться на закон непротиворечия. Да, любое доказательство будет говорить, что прав тот, кто доказывает, а тот, кто… Да, другой, значит, он неправ. Поэтому или прав я, или я неправ. Да, поэтому невозможно, чтобы я был и прав, и неправ одновременно. И вот прекрасную форму этого закона предлагает там Аристотель, невозможно, чтобы одно и то же, в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении. Да, вот явно, вы видите, по второй цитате имеет в виду своего главного оппонента Гераклита, ну и, разумеется, софистов, которые следуя Гераклиту, тоже говорили, что человек является и хорошим, и плохим одновременно. А морская вода является и питательной, и ядовитой одновременно. Нет, говорит Аристотель. Не одновременно, да, но в разном отношении. Для рыб вода питательна, для человека ядовита. Для одного человека хороший, для другого плохой. В разном отношении. Или в разное время. Вчера он был хороший, а сегодня совершил подлость. Да, но чтобы одно и то же было и не было, то есть хорошее качество, допустим, да, было и не было присуще одному и тому же человеку в одно и то же время, в одном и том же отношении. Такого быть не может. Это аксиома. Да, доказать его невозможно, потому что на нём опираются и строятся все доказательства. Ну, к этому закону непротиворечие как бы примыкает и закон исключённого третьего, который по латыни у римлян получил выражение терциум нон датум. Третьего не дано. Или вода ядовита, или не ядовита. Третьего не дано. Ну и третий закон, который открыл ещё, можно сказать, парменид, и Аристотель также добавил. Это закон тождества. А равно А. А равно только А и больше ничему. Вода – это вода, и не молоко, не вино, и не что-то другое и остальное. Вот это логика. Может быть, главное открытие Аристотеля, по мнению многих, потому что логику Аристотель создал на века. Вот эти его законы логики, правила вывода, силлогизмы, теории определений и прочее – это классика. Это действительно, как геометрия вклида, там не добавишь, не отнимешь. Да, и поэтому, как я уже говорил вам в прошлый раз, ещё раз напомню, может быть, на кафедре, на департаменте культурологии читается курс в аристотельской логике. Кому интересно, Елена Владимировна Глухова может вас с этим курсом ознакомить. Ну, разумеется, это уже в следующем семестре, потому что сейчас уже учёба идёт в полном разгаре. Но переходим к ключевому, центральному положению аристотельской философии, которое называется «Учение о четырёх причинах». Четыре причины – это, по сути, четыре вопроса, на которые ищет ответ любой исследователь. И к этим вопросам сводится любое наше вопрошение. Это есть четыре причины, которые сводятся к первому вопросу. Даже Аристотель в самой первой книге метафизики, в самой первой главе первой книги метафизики Аристотель начинает именно с этого. Такой даже небольшой историко-философский очерк, где мы видим, как появляются эти вопросы. А появляются они именно в этом порядке. Первые философы, Милецкая школа, ставят вопрос, из чего? Из воды, – сказал Фалес, из воздуха, – сказал Анаксимент, из огня, – скажет Гераклит. Они ищут материальную причину. Потом Анаксагор, Эмпедокл поставят вопросы, а каким образом? То есть они заметят, что вещи двигаются, но причиной их движения должно быть нечто вне этого предмета. Анаксагор скажет, это ум, какой-то ум вселенной. А Эмпедокл скажет, это любовь и вражда. Так сказать, любовь соединяет, вражда разрушает. Ну, то есть они первыми заметят, что уже движущая причина должна быть. Сократ и особенно Платон открывают сущностную причину. То есть любая вещь имеет свою какую-то сущность, которую мы и выражаем в некоем понятии. То есть что именно есть это? Это компьютер, это аудитория, это человек и так далее. Это сущностная причина. Ну и себе Аристотель уделяет скромное место даже не в том плане, что он добавил целевую причину. Нет, он немножко по правилу Платона. Платон считал, что целевая причина это разновидность сущностной. Аристотель сказал, нет, это разные вещи. Целевая причина для чего? Вот приведем простой пример какой-нибудь. Да, ну, какой самый простой пример? Ну, самый простой пример для любого преподавателя это всегда стол, да? Он всегда перед тобой. Да, и студенты его видят. Из чего этот стол? Ну, явно стол деревянный. Открыли материальную причину. Да, каким образом появился этот стол? Ну, понятно, да? Кто-то создал его. Да, какой-нибудь мастер, там, не знаю, конечно, этот стол не топором и не ножовкой. Ну, допустим, да, топор, ножовка, молоток, гвозди являются движущей причиной. В конце концов, да, прежде чем мастер сотворить его, видя перед собой доски, он сказал, надо бы этот стол создать. То есть уже в его уме была сущностная причина. И в конце концов, когда этот стол из его рук появился, то мы теперь видим, да, говорим, да, вот прекрасный стол. А для чего этот стол? А извините, это уже разные вопросы. Этот стол письменный, да, на нём удобно писать, сидеть, определённая высота, определённые размеры, так далее. А бывают столы кухонные, на нём удобно есть. Бывают столики журнальные, за ним удобно, там, не знаю, пить кофе. Бывают столы, не знаю, там, лабораторные, с какими-то там полками, там, они там, наверное, должны быть другой формы иметь. То есть целевая причина, она тоже играет важнейшую роль. Для чего нам нужен этот стол? Пеленальный столик, там, для молодой мамаши, да, он должен иметь, там, бортики, чтобы ребёнок, там, не скатился, там, желательно, чтобы он был мягкий, и прочее, и прочее. Да, целевая причина, она отдельно, она дополняет, да, для чего существует этот предмет. Вот мы ответили на все вопросы. Мы знаем теперь об этом предмете всё, что нам нужно. Из чего, каким образом, что такое и для чего. Любой предмет, подчёркиваю, любой предмет, любое явление, любая теория, неважно, не только предмет, да, всё, что под власть нашему познанию, должно иметь эти четыре причины. Поэтому материальная причина, не обязательно вещество. Материальная причина, ну, мы об этом сейчас кратко, не буду очень сильно подробно останавливаться на них, но хотя бы кратко, о каждой из этих причин мы с вами остановимся. Но начнём с сущностной причины. Да, вот как, если привожу эту цитату, как об этом сам Аристотель пишет, как четыре причины существуют, не буду подробно об этом говорить, во многих местах Аристотель повторяет эти там формы, содержимое, цель и так далее. Но начнём с сущностной причины, потому что именно здесь, прежде всего, мы видим отличие Аристотеля от своего учителя. Вот нам знаменита фраза, да, Платон мне друг, но истина дороже. Да, действительно, Аристотель мог бы её сказать, но не сказал. Каким образом эта фраза потом появилась? Кто так красиво обработал мысль Аристотеля? История сия неизвестна, а известно, что в Никомаховой этике Аристотель пишет, что идеи, идеи, вели близкие нам люди. И всё-таки, наверное, лучше, во всяком случае, это наш долг, ради спасения истины, отказаться даже от дорогого и близкого, особенно, если мы философы. Ведь хотят и то, и другое дорого, долг благочестия, истину чтить выше. Вот здесь даже, видите, имя Платона не произносит. Близкие нам люди, как бы учитель, всё-таки весь учитель. Хотя в других местах, да, называют и Платона. Почему? Почему Аристотель не согласен с Платоном, который говорил, что сущностная причина – это идея. Сущностная причина – это идея. Идея по Платону существует отдельно от предмета. Да, вот где-то идея существует, там, в сверхнебесном, как говорит Платон, мире, мире идей. А есть предмет, который существует здесь, материален, он причастен этой идее. То есть между самим предметом и идеей ну, какое-то, я бы так сказал, расстояние, хотя расстояние не в метрах измеряемое, а в каком-то таком на онтологическом уровне. Но вот это введение другого особого мира идей по мнению Аристотеля, только усугубляет ситуацию. Платон, как он пишет, да, похож на человека, который, желая произвести подсчет, много у него предметов, понимаете, при меньшем количестве вещей полагал, что это будет ему не по силам, а увеличив их количество, уверовал, что сосчитает. Потому что он захотел узнать, какова сущность предметов, да, и поэтому еще добавляет к ним идеи, поставив перед нами еще задачу, а теперь объяснять, что такое идея. Идеи вечны. Но если идеи вечны, тогда почему существуют вещи изменяющиеся, не вечные? Если есть идея компьютера, например, стоящего перед нами, то почему во времена Аристотеля не было компьютера, если идея компьютера уже есть? Противоречия, которые возникают при использовании теории идей, вот знаменитый аргумент под названием третий человек. Вот если я человек, то есть я человек, а не любая другая вещь, там ни лошадь, ни собака. Почему? Потому что я причастен идее человека по Платону. А почему я причастен идее человека? Должна быть какая-то причина. Вот получается, что должна быть какая-то идея, по которой я причастен, идея человека. То есть идея причастности человека, конкретного, Сократа, скажем, идеи человека. То есть мы не только удвоили предметы и мир идей, а утроили, еще ввели промежуточные какие-то сущности. Ну или еще, много аргументов, не буду на них всех повторять, но самый, может быть, главный для Аристотеля аргумент, что эйдосы или идеи должны были бы двигаться. Ведь должна быть идея движения. Вот почему, не знаю, птица, которая летит, и птица, которая сидит на ветке, это одна и та же птица. Но откуда добавилось движение? Платон в диалоге с Софистом отвечает очень просто. Движущийся предмет причастен идее движения, а покоящийся причастен идее покоя. Ну, Аристотель только так мысленно разводит руками. Да, идея движения. Идея неподвижна по определению, она нематериальна. Вот непатериальная, неподвижная идея движения. Круглый квадрат, как бы я сказал, да, и то более логичное высказывание, чем идея движения. Поэтому, конечно же, да, или эйдосы должны двигаться, что противоречит их сущности, или их нет. Но Аристотель, конечно же, не спорит с Платоном и согласен со своим учителем в том, что сущностная причина есть. Ведь мы же знаем, да, что это стол, это компьютер, а это человек. Мы называем понятиями, в понятии выражается сущность, она есть. Только где она и что является сущностью? И вот Аристотель в разных местах, в разных трактатах высказывает даже разные варианты. Но самый известный и самый знаменитый, самый популярный его ответ даётся в седьмой книге метафизики. Вся эта седьмая книга такая вот драматическая книга, где Аристотель ищет ответ на вопрос, а что же такое сущность? Он предлагает два критерия. Во-первых, сущность должна быть познаваема умом. Ну, потому что сущность выражается в понятии. Эта мысль, сказанная Сократом и Платоном, для Аристотеля очевидна. Сущность выражается в понятии, поэтому она познаваема. Но она должна существовать. Существовать отдельно. А для Аристотеля, как помните, этот прекрасный рисунок Рафаэля, картина, точнее, рисунок, как-то обидел Рафаэля, прекрасная картина Рафаэля, где вот здесь, в материальном мире, существуют предметы. Они все единичны. Поэтому возникает парадокс, противоречие. Сущность должна быть познаваема умом, а познаваема, как сказал Сократ, только общее. Человек, лошадь, собака, общее понятие. Какая лошадь, буцифал там, или другая какая-нибудь, неважно. Лошадь, человек, Сократ или Платон, неважно. Но существовать отдельно может именно буцифал, именно Александр Македонский, а не кто-либо там другой, конкретный, индивидуальный предмет. Как объединить общее понятие и индивидуальный предмет? Вот трагедия, можно сказать так, драма, которая развертывается в седьмой книге метафизики, и в конце концов Аристотель находит такой компромисс. Да, он называет сущность формой, или суть бытия, он вводит такой термин, суть бытия. Что это такое? Форма. Вот это, так сказать, минимальная степень общности, которую мы уже можем представить чувственным образом. Вот, например, я не художник, я совершенно не умею рисовать, поэтому, если вы попросите меня нарисовать человека, я подойду к доске и нарисую что-нибудь, как обычно говорится, ручки, ножки, огуречек, получился человечек. Я изобразил голова, туловище, руки, ноги, черточки, обозначающие нос и рот. Вам понятно, что я изобразил человека, а не лошадь, не табуретку, не что-то другое. Я изобразил форму ни конкретного, ни Сократа, ни Платона, ни кого-либо индивидуального. Но, с одной стороны, глазом мы видим, что это форма, то есть сущность, а умом мы понимаем, что это именно то, что мы выражаем в понятие. К любому такому же понятию, там, дерево, ствол, ветви, всё понятно, да, какое-то дерево, мы тоже можем уже сделать вывод. Это и есть сущность. То есть, главное, что, главное, что говорит Аристотель, что сущность существует в самом предмете, в самом предмете, не отдельно от него в мире идей, а в самом предмете. И поэтому мы можем узнать, что такое сущность, дав родовое, родовидовое, точнее, определение. Или, как пишет Аристотель, суть бытия нет у того, что не есть вид рода. Вот прекрасный уже вклад в логику, в теорию определения. Как правильно построить определение? Идеально. Не всегда оно удается, как потом выяснится, но идеальное определение, оно всегда родовидовое. Мы подводим некий предмет под ближайший к нему род и находим видовое, то есть, существенное отличие. Классическое определение человека, которое дает Аристотель. Ближайший род к человеку животное. Понятно, значит, человек это животное. Но какое главное существенное отличие? Разум. Разум есть только у человека, поэтому человек это разумное животное. Потом философы будут предлагать другие определения, потому что кто-то будет говорить, а вот и у животных есть там зачатки разума, поэтому, может быть, искать другое сущностное свойство человека. Но самое главное, что форма, модель определения, предложенные Аристотелем, она совершенно правильная и в любом словаре вы всегда найдете или такого рода родовидовое определение, или, по крайней мере, попытку его построить, если не всегда удается найти единственное сущностное свойство, их может быть несколько, или, может быть, родовой признак нельзя найти. Ну, в общем, мысль понятна. Да. Ну, я не буду говорить, я сказал, что Аристотель часто сам себе противоречит, высказывает там и другие взгляды на сущность, в работе категории он, например, говорит уже о двух видах сущности. Ну, да, вот такой человек Аристотель, да, он действительно постоянно ищет истину и иногда даже отказывается от своих взглядов, когда ему кажется, что это неправильно. Поэтому здесь мы перейдем, перескочим к материальной причине, в которой тоже Аристотель во многом согласен с Платоном и даже зависит от него, но во многом и с ним спорит. Ну, так же, как у Платона, у Аристотеля вот есть такая чёткая дихотомия сущность и материя. Материя по Аристотелю, как и по Платону, это не сущность. Материя у Платона это не идея, поэтому отсюда все её свойства, это не благо, это не знание, это множественность и так далее, и так далее. Аристотель согласен с этим, да, правда указывая, что существует два вида материи. Есть первая материя, это то, что Платон имел ввиду под материей, которая сама по себе непознаваема. Именно эта непознаваемая материя, первая материя, является источником множественности. О зле пока мы не говорим. Здесь как раз очередное отличие Аристотеля от Платона. По крайней мере, источником множественности, источником незнания. Но есть вторая или последняя материя. Вот что такое последняя материя? Вот как пишет здесь в этой цитате. Под материи пишет Аристотель. Я разумею, например, медик. Под формой очертания, образ, под тем, что состоит из обоих, изваяние как целое. Итак, продолжаем. Насчет материальной причины. Насчет первой материи понятно. Это нечто существующее только в абстракции. Сама по себе первая материя только представляема умом. мы знаем, что есть нечто непознаваемое. А вот последняя материя – это медь, глина, древесина, мука, что угодно, медь для статуи, мука для хлеба, древесина для стола. Это последняя материя. Но как отличить первую материю от последней? Вот когда я произносил слова медь, древесина, мука, то вы прекрасно их понимали. А если понимали, значит, признавали, что через это понятие вы узнали сущность. Какова сущность меди, сущность муки? Вы можете дать определение, что такое медь, найдете ближайший родовой признак металл, а дальше искать сущностные отличия. Какие вы будете искать сущностные отличия? Или в количестве протонов в ядре, или цвет металл желтого цвета, или какое-то другое, неважно. Важно то, что в этом понятии вы нашли сущность. То есть последняя материя, она имеет в себе какую-то долю сущности, но при этом из меди я могу извоять статую, могу из меди сделать проволоку, могу из меди изготовить медный таз, в котором три мудреца в одном тазу поплыли по морю в грозу. Но многое чего. То есть главное что в данном случае. Вот Аристотель вводит важную пару понятий возможность и действительность. Материя это всегда возможность, а форма это уже действительность. Поэтому первая материя это чистая возможность. Из первой материи мы можем испечь хлеб, сделать автомобиль, изготовить стол. Это абсолютно чистая возможность. Последняя материя это возможность уже ограниченная. Из муки я могу испечь хлеб, пирог, пирожок, что-нибудь еще, но изготовить статую или таз я уже не смогу. А из меди я могу изготовить статую или проволоку, но не могу испечь хлеб или что-нибудь еще. Возможность есть, но она ограниченная. поэтому это и есть последняя материя. Вот это важно, материя это всегда возможность, а форма это уже действительность. Если я из муки испек хлеб, а потом подумал, а зачем мне хлеб, когда у меня уже я в магазине могу купить, лучше бы я изготовил блины или пирог, а уже поздно. Все, хлеб это уже действительность, в которой нет никакой возможности, это уже форма. ну и очень важно, да, вот то, что я обращаю ваше внимание, на то, как Аристотель вводит эти понятия в греческом языке. Возможность по-гречески дюнамис, а действительность энергия. Да, у этих слов имеется богатая история, но для вас, конечно же, ближе всего, то значение, которое ввел в эти слова в конце 17 века Лейбниц, который ввел их в физику и так скромно сказал, что вот я вам создал науку и назвал ее динамика, потому что что такое дюнамис? Это возможность или это сила, да, вот мы приложили к телу силу, и таким образом у тела появилась возможность прийти в движение, а когда оно пришло в движение, оно уже двигается, оно уже действительно двигается, у него есть энергия действительность, да, она уже там может переходить из одного вида в другую, да, ну и понимаете, да, по латыни потенция это возможность, да, акт действительность, ну и поэтому вот вам вопрос на засыпку, что как понимать слово потенциальная энергия, возможностная действительность, ну это уже пусть авторы этого выражения отвечают за свою филологическую какую-то неувязку, для физика оно понятно, да, поэтому, кстати, Лейбниц будет вводить эти понятия не случайно взяхив в Аристотеле, мы будем в следующем году говорить с вами о возникновении науки нового времени и по сути увидим вновь спор Платона и Аристотеля, только на стороне Платона будет Галилей и Декарт, а на стороне Аристотеля будет Лейбниц, и спор Лейбница с Платоном, с Галилеем и Декартом будет именно в том же самом плане, да, вот Галилей и Декарт введут понятие закона природы, а Ньютон, вернее Ньютон, да, ну и Ньютон тоже, хотя он не был таким же, таким глубоким философом, в отличие от названных мной троих, Галилея, Декарта и Лейбница, Лейбница даст вопрос, да, закон природы существует, но он вечен, он неизменен, как объяснить движение, а вот чтобы объяснить движение, нам необходимо вернуться к Аристотелю, к его концепции, то есть движущей причины, к его пониманию возможности движения, то есть поэтому эти термины Лейбница берет не просто ему так понравились слова, а в основе этого лежит глубокое понимание аристотелевского учения о четырех причинах. Ну и понятно, что основной закон философии, то есть закон непротиворечия в возможности не работает. В возможности человек может быть и живым, и мертвым одновременно, хотя на самом деле сразу Шрёдингер вспоминается, правда, ну ладно, Шрёдингер оставил в стороне, это уже какая-то другая логика квантовая, но возможности можно быть и хорошим, и плохим, и чёрным, и белым, а в действительности только одним из двух. Движущая причина, третья, движущая причина, которую Аристотель больше описывает не в метафизике, в метафизике о ней говорит, просто называет её, коротко её характеризуя, а более подробно говорит о движущей причине в трактате физика, но очевидно, потому что движущая причина говорит о движении, двигаться могут только материальные тела, поэтому и наука, которая изучает движение материальных тел, так и называется физика. О физике мы вскоре поговорим более подробно, пока так вот и вернёмся ещё к этому вопросу. Но понятно, и здесь, опять же, согласие с Платоном, если предмет движется, то он не сам по себе, разумеется, поэтому и существует движущая причина, то есть причина, которая привела этот предмет в движение. Что привело в движение, скажем, предмет, презентер, который находится в моей руке. Презентер движется, потому что движется моя рука. А что привело в движение мою руку? Ну, я сам привёл в движение мой ум, который сам при этом остался неподвижным. Вот точно так же, как сравнивать с такой простой схемой, происходит движение вообще во всём мире. Любая вещь движется, потому что я привела в движение какая-то другая вещь. А та вещь движется, потому что я привела в движение третья вещь, и так далее, и так далее. Но чтобы объяснить вообще появление движения, мы должны всё-таки не идти тупо в бесконечность, это будет просто уход от ответа, а как-то признать существование некого неподвижного перводвигателя. То есть, по сути, здесь Аристотель уже, вот то, что как бы интуитивно звучало у Эмпидокла или Анаксагора, там, любовь и вражда, или ум божественный, Аристотель переводит уже на язык такой более чёткой логики и приводит такое доказательство существования Бога, которое потом Кант назовёт космологическим. Мы сейчас будем к нему возвращаться, это такая очень важная область философии, и критиковать будем, и показывать, как оно будет развиваться, неоднократно будем к этому возвращаться ещё. Вот как Аристотель в физике именно, как вы видите, пишет об этом, что мы необходимо, необходимо должны прийти умом к первому двигателю, который не движется. Понятно, что он не движется, потому что если бы первый двигатель двигался, то тогда его что-то приводило бы в движение, и мы опять бы попали в эту самую цепочку причин и следствия движимого и движущего. Значит, он неподвижен. Но любое материальное тело всегда может быть приведено в движение или уже движется. Значит, перводвигатель нематериален. Поэтому он и является неподвижным, то есть нематериальным. Поэтому его назвать логичнее всего именно Богом, потому что он не приводится в движение, значит, он вечный. Если бы он не был временным, то тогда когда-то бы он появился, а это уже есть движение. Если он вечный, значит, он существует необходимо. То есть нет какой-то причины у его появления, у всего, что появляется, есть какая-то причина, которой могло бы и не быть. Наши родители могли бы не встретиться, и каждый из нас тогда не родился бы. Есть причина, да, которая является внешней, а причина существования Бога находится в нем самом. Он один, безусловно, один, потому что цепочка взаимодействия материальных предметов, которые движут один другой, находится в постоянной связи. Если бы было, скажем, два, хотя бы два перводвигателя, тогда получилось бы так, что от одного перводвигателя шла бы одна цепочка, а от другого другая цепочка. И были бы такие предметы, вещи, которые не действовали бы на вещи из другой цепочки. Но такого представить невозможно. Весь мир является единым целым, поэтому перводвигатель только один. Вот поэтому вот эта логика Аристотеля потом будет очень популярна в Средние века. Самый знаменитый сторонник аристотелевского этого размышления, конечно, каждый из вас знает, хотя бы благодаря бессмертному роману Михаила Афанасьевича Булгакова, знаменитые пять доказательств Фомы Аквинского, который возьмет это рассуждение Аристотеля, а потом его уточнит, разделит на какие-то конкретные, там, частные случаи, выведя из них пять знаменитых доказательств. Ну и еще одно, да, если Бог является неподвижным перводвигателем, то как он движет? Аристотель объясняет примерно вот так же, как я привел в движение презентер в моей руке, мыслью, да. При этом я часто двигаю презентера, даже об этом не задумываясь. Я думаю только лишь о том, как вам лучше, более понятно, да, и кратко не уходя там в детали, но не пропуская главное, объяснить Аристотеля. Я думаю только об Аристотеле, а при этом моя рука, как бы, автоматически движется, приводя в движение предмет, находящийся в моей руке. Примерно так же и двигает нашим миром Бог. Он мыслит только истину. И в результате этого мышления истины Бог знает только сам себя. И происходит движение вещей в нашем мире. Да, ведь что такое Бог, да? Если он нематериален, значит, это есть мысль. А мысль, она состоит из общих понятий. Поэтому в Боге, который является чистым умом, или, как иногда говорят, такой идеальный философ, который мыслит сам себя, поэтому Бог не знает единичных предметов. Единичный предмет, он всегда состоит из формы той сущности и материи. А материя – это возможность. Если бы Бог узнал какую-нибудь материальную вещь, то фактически возможность как бы проникла в Бога, то есть Бог бы перестал быть действительностью, чистой действительностью, что невозможно. Как будто бы Бог чего-то не знает, да? Поэтому он не был бы перводвигателем для всего мира. Поэтому вот отсюда важный вывод. Бог мыслит только сам себя, ничего не зная в этом мире. Вот как в средние века эта проблема будет решаться, когда в христианстве Бог – это уже не просто перводвигатель, не просто ум, мыслящий сам себя. Это Бог – творец всего мира с единичными вещами. Это Бог, который спасает каждого человека, каждого праведника. Вот это будет проблема стоять перед Фомой Аквинским, но об этом мы поговорим уже как. Эта проблема... Вообще Аристотель для средних веков это скорее будет такой, с одной стороны, очень хорошим философом, который помогает ответить на многие вопросы, в частности, доказать матие Бога, например. А с другой стороны, ставить столько проблем, что иногда захочется многим просто Аристотеля выбросить и сказать, что он только все запутывает и ставит проблемы, которые вообще приводят к серьезнейшим кризисам, как типа кризиса XIII века в Западной Европе. Но об этом мы поговорим позднее. И целевая причина, последняя целевая причина, напоминаю еще раз, она тоже является причиной, которую мы применяем ко всему. Поэтому у всего есть целевая причина. Все развивается и движется к какой-то цели. Вот, опять же, забегая вперед, мы будем подробно говорить об этом в следующем семестре о возникновении современной науки. Подробнейшим образом остановимся на учении Галилея, Декарта, Ньютона, Лейбница, какие философские основания они положат в основу науки современного типа, которым мы занимаемся. Но вот одно, одно, что... И в этом плане, конечно, как я уже сказал, очень важно понять физику Аристотеля. Физика Аристотеля будет существовать 2000 лет, вплоть до начала XVII века. Она настолько овладеет умами и даже сердцами, и даже верой. Она будет признана фактически на Западе церковью как абсолютно истинная и согласная с католической верой, что ни у кого не будет даже повода сомневаться в правоте Аристотеля. Сомневаться начнут в XVI веке. Сомневаться будет Галилей, Декарт, в частности, Декарт сделает, ну, может быть, страшное преступление перед Аристотелем. Он выбросит целевую причину, без которой теперь вы прекрасно обходитесь. В физике никто не задаётся вопросом, а зачем светит солнце? А зачем пошёл дождь? Вопросы ставятся другие. Как? Какая сила? Какая скорость? Какое ускорение? Какая масса? Какая энергия? Вот вопрос. Как? Скорее, вопрос, касающийся только движущей причины. А для чего? Ну, вопрос бессмысленный. Для чего сегодня светит солнце? Ну, извините. Это ребёнок может спрашивать, который, так сказать, смотрит на мир сказочными глазами. А серьёзные учёные скажут, вопрос неправильный. Потом, правда, будут возникать вопросы после Декарта, а хорошо ли, правильно ли он сделал, что выбросил целевую причину. Вот, например, там, у Нильсобора, по-моему, такого рода размышления есть. Ну, не только, так уже в 20 веке, но это отдельный вопрос. Но, по крайней мере, вот в этом серьёзное отличие аристотелевской философии и физики от современной. Всё имеет цель. И поэтому для Аристотеля зачем сегодня прекрасная солнечная погода? Для Аристотеля вполне нормально имеет смысл. Как он бы ответил на него, я не знаю. Но вопрос он бы посчитал вполне нормальным. Всё движется к цели. Как его пример, да? Ребёнок – это тоже взрослый человек. И даже взрослый человек первее ребёнка. Хотя по времени, конечно, сначала мы все являемся детьми, а потом уже вырастаем во взрослого человека. Это по времени. А по сущности взрослый человек первее. Потому что в каждом из нас уже как бы заложено, как бы заложено, что взрослый человек должен появиться из этого младенца. Поэтому всё движется к какой-то цели, вся физика, теле, вся философия вообще, весь мир, телеологично. От греческого слова «теллюс», «цель». Поэтому и Аристотель вводит очень важное слово «энтелехия». То, что достигло цели. Иногда это разные трактаты Аристотеля переводили с разными переводчиками. Скажем, в трактате «метафизика» это слово переводится как «осуществлённость». То, что имеет сущность, двигалось, развивалось и достигло цели. А в трактате «физика» переводчик перевёл его дословно, как «энтелехия». Поэтому, вот, например, да, как, опять же, другой пример. Яйцо – это курица. Возможности, разумеется, да, но не «энтелехиально», не осуществлённое ещё. И поэтому, да, в конце концов, Аристотель сводит все причины к двум группам. В одну группу попала материальная причина, как совершенно пассивное, непознаваемое основание, субстрат, как называют иногда Аристотель, материю, субстрат, основа. И единая, движущая, сущностно-целевая причина. Поэтому три из них сводятся к одной, ибо что именно есть, то есть сущность, и ради чего, то есть цель, одно и то же. А откуда первое движение, то есть движущая причина, по виду одинаково с ними. Вот такова сердцевина метафизики Аристотеля. Такова его концепция четырёх причин. А теперь перейдём к физике. Напоминаю ещё раз основные черты физики. Помним, да, её определение. Предмет физики – это то, что существует самостоятельно, но подвижно. В отличие от метафизики, которую сейчас мы рассматривали, те самые сущности. Ведь сущность неподвижна – это главный предмет метафизики. А физика изучает предметы, которые двигаются. Ну и отсюда вспоминаем, да, отношение к математике. Почему, вот я так уже забежал за два века, за два тысячелетия виноват вперёд, потом мы будем говорить в следующем симметрии, почему Галилей, самое главное, может быть, несогласие с Аристотелем, который сделал Галилей, сказав фразу «книга природы написана языком математики». Почему современная физика вообще непредставима без математики? Да, как такое произошло, почему Галилей вошёл в такую конфронциацию с Аристотелем, мы поговорим в своё время. Но для Аристотеля очевидно, что природа не имеет в себе никаких идеальных математических сущностей. Всё идеальное – это только моя выдумка. В природе всё несовершенно, шероховато, нет никакой точки, никакой линии, всё грубо и так далее. Математика – это абстракция, чистая абстракция. Это первое, главное положение физики Аристотеля. Второе – полное доверие опыту, то есть наблюдение. Вот прошу вас не путать слова, которые многие путают. Опыт и эксперимент. Вот современная физика – экспериментальна. Аристотелевская физика – опытна. В современном языке часто эти слова используются взаимозаменяемые. Когда, например, на уроках химии нам говорят, что давайте проведём опыт. Да не опыт проводит учитель химии, а эксперимент. То, что он вначале говорит, а давайте там, не знаю, рассчитаем малярные массы, там, кислоты и щёлочи. Сколько нужно взять там такой-то кислоты, такой-то щёлочи. А потом, вот посмотрите, да, вот мы соединили их, да, и пошла реакция, образовалась соль, в осадок выпала вода. Да, если бы всё чётко рассчитали, то эту воду мы даже можем выпить, потому что вся кислота и щёлочь соединились в соль. Это эксперимент. То есть подтверждение некоторой гипотезы или проверка гипотезы. Опыт по определению – это полное доверие наблюдения, полное доверие чувствам. Бывает, может быть, внутренний опыт, да, я в себе обнаруживаю какие-то свои эмоции, внешний опыт. Я знаю, что я нахожусь в большой физической аудитории, и передо мной сидят студенты. Поэтому можем говорить о некоторых преподавателях, что они опытные преподаватели, они видели разных студентов, усердных и ленивых, умных и глупых, взрослых и юных. Да, но я бы не сказал, что это преподаватели экспериментальные, да. Ну ладно, понятно, надеюсь, да. Вот физика Аристотеля исходит из полного доверия опыта. Почему? А потому что очевидно. Ведь если предметом физики являются подвижные предметы, то, что отличает физику от философии – это то, что предметы двигаются, да, то, что они изучают объективный мир – это понятно. Но отличие – это то, что предметы двигаются, поэтому главная проблема – движение. Движение. А как узнать, двигаются предметы или нет? Вот подумайте, если я скажу, да, и ответьте мне на вопрос. А вот машина, которая стоит во дворе, сейчас двигается или покоится? Он скажет, как? Только если посмотреть, или, может быть, послушать, может быть, я слышу шуршание шин по асфальту. О движении мы можем узнать только благодаря ощущению, только. Поэтому предмет физики – движение, а метод изучения природы – опыт. Нет, стопроцентное доверие нашему наблюдению. Стопроцентное, так сказать. Вот как раз тоже часто говорят, что современная физика начинается с доверия опыту. Опять же, это совершенно ошибочное заключение. Современная физика заканчивается на полном доверии опыту. Потому что полное доверие опыту – это аристотелевская физика, которую как раз и будут преодолевать Галилей, Декарт, Ньютон и прочее. Но об этом, опять же, я постоянно делаю эти экскурсы вперед, чтобы вы понимали, что мы не поймем Галилея, Декарта, Ньютона и Лейбница, если мы не будем вспоминать в тот момент постоянно Аристотеля, с которым они и будут или вести борьбу, или Лейбниц скажет, а вы напрасно вели слишком большую борьбу. У Аристотеля очень много правильного и хорошего. Объяснение движения, например. Именно поэтому я постоянно эти экскурсы делаю, чтобы как бы постоянно ваше внимание на этом заострять. Ну, главное движение, конечно же, это материальное движение, пространственное, иначе говоря. Здесь, конечно же, перед Аристотелем возникает вопрос, а как быть с Элейской школой, с опориями Зенона? Ну, и ошибка, которую находит Аристотель у Зенона в том, что Зенон, ну, конечно, это было давно, и Зенон много чего не знал. В частности, он не знал слова возможности действительности. И поэтому он актуализировал бесконечность. Бесконечность существует, конечно, по Аристотелю, но только в возможности. Да, я могу, если у меня впереди бесконечное время, то этот путь из пункта А в пункт Б делить до бесконечности. Но для этого не нужна бесконечная жизнь, бесконечное какое-то терпение. Возможности это, да, возможно, представить. Но в действительности, в действительности, ведь по Аристотелю существуют только конкретные предметы, а они все имеют сущность. А если имеют сущность, то имеют форму. А эту форму мы можем в виде сущности определить. Что значит определить? Даже слово определить имеет главную черту, предел, корень, предел. То есть все в нашем мире имеет какие-то границы, какой-то предел. Бесконечности нет. Она и непознаваема, и не существует. Только в возможности. Вот не понимая это, Зенон и допустил ошибку. Поэтому, конечно же, длинноногий Ахиллес за несколько шагов перескочит через черепаху, даже не заметив ее. А, путник, да, из пункта А, пункт Б, конечно же, опять же, этими своими шагами, действительными, а не семеня, да, минимальных точек, тоже пройдет. Поэтому опоре Зенона легко, по мнению Аристотеля, решается. Ну и проблема движения, о которой я уже говорил, говоря о движущей причине в метафизике, где мы с Аристотелем доказали существование Бога, там тоже исходит из простого факта. Движение любого тела происходит только благодаря тому, что его движет другое тело. Само по себе тело двигаться не может. да, вот стоит на моем столе компьютер и будет стоять вечно, если его кто-то не возьмет, не унесет, не столкнет, то есть не будет причиной движения. Любое материальное тело не движется само по себе. Всегда его движет что-то другое. Но есть одно исключение. Исключение состоит в движении брошенного тела. Человек взял камень, бросил его, камень летит. Что, оно сам летит, камень? Для Аристотеля очевидно, самодвижение невозможно. Когда камень находился в моей руке, понятно, он двигался, потому что я его двигал. А потом, когда я разжал кулак, и камень полетел дальше. Почему? Вы скажете, по инерции, глупое слово для Аристотеля, бессмысленное, камень должен чем-то быть приведен в движение. Чем? А что граничит с камнем? Воздух. И кроме воздуха ничего. Значит, в воздухе движет. Дело в том, что, когда я бросал камень, моя мысль была сосредоточена на том, чтобы бросить камень. Я не думал о том, что бросая камень, я привожу в движение воздух. Я его толкнул частицы воздуха. Эти частицы воздуха переводят в движение другие частицы воздуха. Так сказать, можно создать воздушную волну. И вот этот воздух, приведенный мною в движение, и двигает камень. Но если бы камень не стремился одновременно в собственное место, то есть на землю, почему собственное место, об этом чуть позже, то тогда камень двигался бы вечно. Почему вечно? А потому что, представим себе, возникла бы вдруг пустота. Попав в нее, камень бы мгновенно остановился. Потому что с ним бы ничто не ограничило, ничто бы его не приводило в движение. Ну, где-нибудь вы такое видели? Чтобы что-то мгновенно остановилось. Поэтому отсюда тезис Аристотеля. Природа не терпит пустоты. Все двигается только путем перемещения. И атомов нет никаких. Это глупость, высказанная Демокритом. Как атомы в пустоте могут двигаться? Что их приводит в движение? Все является сплошной средой. Опять-таки, когда вы вспоминаете добрым словом Блеза Паскаля, то его открытие атмосферного давления было связано, кстати, с объяснением этого опыта Торричелли, с пустотой, которая, оказывается, существует. Ну, кстати, замечу реакцию Лейбница на это открытие Паскаля, который сказал, «Нет, пустота существует!» Лейбница сказал, «Нет, прав Аристотель, а не Паскаль. Это не пустота. Это вакуум, да. Но вакуум – это не пустота. Это определенного рода вещество. Пустоты нет, скажет Лейбница. Аристотель прав. Только аргумент у Лейбница будет несколько другой. Лейбниц – такой убежденный христианин, и многие свои положения он будет доказывать, именно ссылаясь на Священное Писание. Поэтому аргумент простой. Мир сотворен Богом. Бог премудр и всемогущ. Если бы в природе существовала пустота, это означало бы, что Бог где-то свое творение не закончил. Предположение абсолютно абсурдное. Поэтому если даже и есть то, что Паскаль назвал пустотой, это не пустота. Это неизвестное, может быть, нам еще вещество, которое нужно исследовать. Настолько Аристотель был более близок к Лейбницу, чем даже величайший мыслитель 17 века Блес Паскаль. Насчет времени. Проблему времени тоже ставит Аристотель. понятно, почему. Потому что время и движение взаимно связаны. Но что из них первично? Ну, во-первых, время бесконечно. Потому что любой момент времени имеет прошлое и будущее. И настоящее, разумеется. Предположение о начале времени приводит нас к выводу, что существует начало, а прошлого нет у него, что абсурдно. Поэтому время бесконечно и в прошлое и в будущее. Кстати, потом христианский философ Иоанн Филопон покажет, что Аристотель ошибся, потому что сам же Аристотель сказал, что ничего бесконечного нет. И тут сказал, что время бесконечно. Поэтому, так же Иоанн Филопон скажет, поэтому аристотельская концепция гораздо ближе к христианскому учению о сотворении мира и о конце мира во времени. Многие христианские богословы будут так вот говорить, что Аристотель даже сам не понимал, насколько он открывает некоторое положение христианства. Но, ладно, возвращаемся к проблеме времени. Вот сказав, что время бесконечно и сказав, что время состоит из прошлого, настоящего и будущего, Аристотель вдруг задумывается, что на него не всегда похоже. Аристотель вся представляется как такая мыслящая машина, для которой вообще нет никаких проблем. Вот только два момента, да, я лично замечаю. Проблема сущности в седьмой книге метафизики и проблема времени в четвертой книге физики. А что такое время? Ведь время состоит из прошлого, настоящего и будущего. Но прошлое, да, уже нет, будущего еще нет. Одна часть его была, ее уже нет, другая будет, ее еще нет. Да, из этих частей слагается и бесконечное время, да, и каждый промежуток времени. А то, что слагается из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным существованию. Да, вот вопрос, на который Аристотель не дает ответа. Существует время или не существует? Он предлагает разные варианты, но в конце концов, да, он приходит к выводу, что время и движение взаимосвязаны. Но что из них первично? Понятно, что я узнаю, что прошло какое-то время, потому что, скажем, солнце уже занимает другое место на небосклоне, изменилось, да, двигалось оно по небу. А с другой стороны, я замечаю, что солнце изменило свое положение, значит, прошло какое-то время. Так что первично? Движение определяет время или время определяет движение? И здесь опять мы вспоминаем, Аристотель полностью опирается на доверие органам чувств. Движение я вижу, а время я не вижу. Поэтому первичным, конечно же, является движение. Движение. Какое движение? Ведь время вечно, а движение всегда временно, значит, надо искать какое-то вечное движение. И Аристотель его с легкостью находит. Это движение неба, движение небесных светил, солнца прежде всего, звезд, луны. Ведь они вечно вращаются вокруг Земли. Поэтому время связано с движением небосклона. Небо прежде всего. И вот в этом плане совсем коротко о важнейшем учении, такой раздел физики, а история, как космология, учение о Вселенной. Ну, по сути, вот здесь опять-таки, вы сами можете все это вывести, я бы, условно говоря, мог бы дать это вам в качестве домашнего задания. Исходя из одной аксиомы, мы полностью доверяем нашему наблюдению, нашему опыту. А здесь даже я, наверное, не буду особенно листать презентацию. Насчет первого двигателя не буду говорить. Самое главное, что мой вопрос, я задаю его риторически, я думаю, что вы правильно на него ответите, если вы свыклись уже с методом размышления Аристотеля, это окончательное и полное доверие нашим чувствам. Вопрос, Земля движется или нет? Ну, очевидно, да? Можете посмотреть в окошко, я разрешаю. Конечно, она неподвижна. Солнце движется? Ну, конечно, движется. Что, у меня глаз, что ли, нет? Звезды двигаются на небе? Естественно, двигаются. Как они все двигаются? Ну, конечно, они двигаются по окружности. Земля при этом остается в покое. А если Земля остается в покое, а все остальное движется вокруг Земли, значит, где находится Земля? Ну, в центре, разумеется, поэтому она и покоится. Вот вам картина космоса. Земля покоится, все вращается вокруг Земли по окружностям, по круговым орбитам. Небо, что такое небо? А небо – это какой-то крепкий свод. Почему? А потому, что вы выйдете, ну, не в Москве, тут не видно, это где-нибудь в горах или в море, там, где атмосфера чистая, и в ясный день видны звезды. И вы можете видеть, как звезды сохраняют постоянно свое положение друг относительно друга. и они вращаются синхронно вокруг Земли. Как можно объяснить, что звезды вращаются синхронно? Только если они жестко припреплены какой-то небесной тверди. Да, вот слово небесная твердь обычно там приписывают, там, религиями, христианство, прочее. Это Аристотель. Ну, и в христианстве тоже, да, потому что там тоже люди обычно и тоже смотрят на небо, да, это же какая-то прочная твердь, да. Смотри-ка, как большая медведица, да, тысячелетия проходят, а звезды все на одном и том же месте. Поэтому, да, вот вам. Ну, а если небо движется, то, соответственно, значит, оно находится на каком-то расстоянии от нас. Если бы это было бесконечное, значит, тогда или более близкое и более дальнее, то тогда что-то, чем ближе, тем быстрее нам кажется движение, чем дальше, тем медленнее. Они все двигаются синхронно. То есть небо, это и есть граница нашей Вселенной. Вот вам космология, которую мы построили. Земля в центре, все вращается вокруг Земли по окружности. Ну, Солнце, Луна и планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, у них какая-то своя орбита, поэтому концепция Аристотеля, она там будет несколько сложнее, чем то я сказал, там несколько сфер, но последняя сфера, это сфера неподвижных звёзд. А почему Земля находится в центре? А потом, на какого её место, то, что называется естественное место? В центре Вселенной по Аристотелю находятся тяжёлые тела. Да, тяжёлые тела, поэтому, когда я бросаю камень вверх, точнее, бросаю его не вверх, я бросаю его подальше от центра Вселенной, а камень мне говорит, как бы говорит, да, моя цель, цель упасть, опять попасть поближе к центру, поближе к центру, поэтому, это естественное место тел, которые имеют тяжесть. А почему огонь не падает вниз? А потому, что естественное место огня на границе Вселенной. Почему и Солнце не падает на Землю? А потому, что это огонь. Место огня на границе. У всего есть естественное место. Тяжёлые тела в центре Вселенной, огненные, эфирные тела на границе. Но отсюда вытекает важнейшее следствие касательно формы Земли. Опять-таки, задачка, думаю, не очень сложная для вас, какую форму примет Земля, если все тяжёлые тела, которые составляют Землю, будут стремиться занять место поближе к центру. Ну, разумеется, шар. Земля, поэтому, по необходимости должна быть шарообразной. Ибо каждая из них частей имеет вес до тех пор, пока они достигли центра. А так как меньшая часть из него большая, то они не могут образовать волнистую поверхность, что подвергаются взаимному давлению и так далее, и так далее. Поэтому, то, что Земля – это шар, для Аристотеля было очевидно и не только исходя из этих философских положений. Фактически, точно так же и современная теория гравитации объясняет шарообразность, только неестественным местом силы тяготения. Но, кстати, Аристотель доказывает шарообразность Земли и исходя из затмений, лунных затмений, когда Луна попадает в тень Земли, и как вы читаете уже, мы видим, что вот если как фазы Луны, они бывают вогнутые, выпуклые, прямая линия, а затмения, они всегда имеют форму дуги окружности. Если бы Земля была плоской, как предполагали до Аристотеля, то дуга, то есть, или как он пишет, терминирующая линия, она могла бы быть иногда прямой, если бы там перпендикулярно диск Земли становился, она всегда дугообразна, поэтому окружность, поэтому Земля шарообразна. Ну и отсюда вывод, поскольку с Аристотелем, как философом, как будут писать в Средние века с большой буквы, будут согласны практически все, то поэтому миф о том, что в Средние века якобы говорили, что Земля плоский диск, но это абсолютно не соответствует истине. Может быть, некоторые чудаки, как, например, Иоанн Филов... Косьма Инди Коплов. Косьма Инди Коплов, говорю, что Земля плоская. Ну, ему говорили, ну, понятно, Инди Коплов, почему? А он в Индии побывал и привез из Индии учение о том, что Земля, там, диск стоит на китах, на слонах и прочее. Говорят, что Аристотеля не читал, что ли? Аристотель доказал, что Земля – это шар, и это всем уже очевидно. Вот даже длину экватора высчитал, правда, не Аристотель, он ссылается на математиков и пишет, что Земля даже в два раза больше почти современного значения, но и при этом все равно он пишет, тело Земли должно быть не только шарообразным, но и небольшим по сравнению с величиной других звезд. Таким образом, вот, подводим итог, уже коротко время наше совсем уже закончилось. Вот таковы основные положения, которые я выделил в физике Аристотеля. В следующий раз мы, вновь вернёмся к Аристотелю, коротко поговорим о его этике, тоже важнейшая часть его учения, хотя бы, напоминаю, картина Рафаэля, которая постоянно ссылается, ведут Аристотель и Платон, каждый в руках держит книгу, Платон держит в руках Тимей, самая такая знаменитая книга, а Аристотель держит в руках этику. То есть, по всей видимости, многие считали, что это главное, главное течение Аристотеля. Но об этом в следующий раз. А на сегодня тогда спасибо и до свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok